коллеги доброе утро давайте тогда начинать уважаемые участники мы сегодня поговорим про такую тему которая называется организация обучения ребенка сразу детском саду на самом деле тема очень актуальная очень многих наших родителей волнует эта тема и к сожалению много остается вопросов на которые нужно найти ответы очень многие родители во первых часто не знают куда обращаться где начинать обучение ребенка они знают по каким программам начинать обучение ребенка и в этой связи вопросов очень много и родителям необходимо конечно в этой ситуации разобраться и насытить определенными знаниями и компетенциями чтобы они понимали какие у них есть возможности куда можно обратиться где начать получать помощь вот и сегодняшнюю встречу мы с вами начнем с нашим экспертом эксперт на федеральном ресурсном центра это галина васильна дон она методист фрце как раз именно в вопросах организации обучения организация дошкольного образования для детей с устройствами аутистического успеха с нами сегодня как всегда елена вячеславовна богородникова директор региональной общественной организации контакт я сергей николаевич панцирь сотрудник федерального ресурсного центра и галина васильна галина васильна передаю слово вам если можно осветите коротко эту тему чтобы мы могли поговорить обсудим дальнейшем вопрос спасибо спасибо большое доброе утро уважаемые родители уважаемые слушатели уважаемые коллеги вижу в чате рада приветствовать вас и сегодня мы коснемся вопросов образования детей дошкольного возраста именно разработки программ для детей дошкольного возраста какое содержание закладывается в эти программы где можно получить дошкольное образование детей с раз и первое на что мне хотелось бы обратить ваше внимание что в законе образования есть два понятия адаптированная образовательная программа и адаптированная основная общая образовательная программа эти два термина несут в себе несколько разные содержания адаптированная образовательная программа эта программа которая зарабатывается индивидуально для каждого ребенка адаптированная основная общая образовательная программа эта программа которая должна быть разработана для детей группы, группы, куда приходит ребенок сразу, именно компенсирующие направленности. Но об этом чуть попозже, но это очень важно уяснить, эти два термина, и понимать в ситуации с вашим ребенком, какая программа должна быть разработана. Ну и в законе образования, конечно, есть перечень тех специальных условий, которые должны быть предоставлены для любого ребенка с особенностями в развитии, в том числе и для детей с РАС. И эти условия, они еще закрепляются в заключении центральной медико-психолого-педагогической комиссии, определяются, и, конечно, они должны быть обеспечены при сопровождении ребенка с РАС. Основной документ в системе дошкольного образования, который регламентируют, это в госдошкольного образования. И в этом документе прописано основание для того, чтобы разрабатывать адаптированные основные образовательные программы, адаптированные образовательные программы для детей с РАС. То есть он является для нас прямым документом. Ну и во госдошкольного образования также прописано, что образовательная организация самостоятельно разрабатывает адаптированную образовательную программу на основе в госдошкольного образования и на основе примерной адаптированной основной образовательной программы. А в нашем случае это примерная адаптированная образовательная программа для детей с РАС. И вы видите на слайде, она выделена, название этой программы жирным шрифтом и стоит позиция разрабатывается. Эта программа уже разработана, она прошла апробацию двухгодичную в шести регионах Российской Федерации, прошла общественное обсуждение эта программа и сейчас находится в стадии доработки. И мы очень надеемся, что скоро ее увидим на этом сайте в госреестр. Но здесь есть еще и другие примерные адаптивные программы для детей с другими нозологиями, которые педагоги используют при разработке программ в своих организациях. Ну и хочу обратить ваше внимание на нормативные документы, которые сегодня регламентируют всю деятельность образовательной организации по выстраиванию сопровождения детей с особенностями, в том числе детей с рас. И первый документ это, конечно, порядок организации, осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам. В этом документе мы находим такую информацию о том, какие группы могут функционировать в образовательной организации. Группы общеразвивающей направленности, группы оздоровительной направленности, группы компенсирующей направленности, группы комбинированной направленности. И именно в расшифровке групп комбинированной и компенсирующей направленности мы и находим пункт о разработке адаптированных образовательных программ. Для нас это очень важно. В этом документе также прописано количество детей, нормируемое в этих группах, количество штатных единиц, которые должны выделяться для сопровождения детей. То есть очень важные моменты. Ну и кроме того, есть еще момент о реализации образовательной программы в сетевом формате. Такой формат тоже приемлем в том случае, когда образовательная организация не имеет полной возможности обеспечить специалистами коррекционной педагогики, специалистами сопровождения, можно привлекать ресурсы других организаций. Это важный момент. Второй приказ Министерства просвещения о порядке приема на обучение. Тоже важный документ для родителей на понимание того алгоритма, каким образом можно попасть в детский сад, каким образом подать заявление о направлении в детский сад, заявление о приеме в детский сад, какой перечень документов необходим. И здесь пункты касаются не только граждан Российской Федерации, но и точно так же иностранных граждан, граждан соотечественников. Поэтому это очень важный тоже документ для родителей. Вышли два документа еще, касающиеся обеспечения сопровождения ребенка с РАС, в том числе это положение о психолого-педагогическом консилиуме и примерное положение об оказании логопедической помощи. Тоже два документа, обязательных для учета в организации образования и сопровождения детей с РАС. Ну и хочу обратить ваше внимание еще на два новых документа. Это санитарные нормы и правила, которые были обновлены и вступили в силу с 1 января 2021 года. В этих больших документах они, к сожалению, сейчас охватывают разные сферы, не только образование, но и культуру и соцзащиту. Поэтому очень большие документы, но тем не менее там есть вся информация, касающаяся санитарных норм организации обучения детей, в том числе и дистанционного обучения. И точно так же прописаны нормативы по временным режиму, по времени проведения занятий для детей. То есть очень важно. И здесь я еще не написала еще один документ санитарной нормой и правила об организации общественного питания детей. Там тоже с 1 января 2021 года внесены изменения, касающиеся именно организации лечебного и диетического питания. И тогда, когда ребенку требуется лечебное и диетическое питание, разрабатывается отдельное меню и возможно и использовать еду домашнего приготовления. Но это когда назначено для ребенка лечебное и диетическое питание. Это тоже очень важно понимать. Ну а сейчас я хочу немножко рассказать о примерной программе для того, чтобы понимать, какое же содержание образования, какие этапы включаются в обучение детей с РАС. На слайде вы видите особые образовательные потребности детей с РАС. Они касаются дефицита в коммуникации, дефицита в социальном взаимодействии. Они связаны с особенностями поведения и с особенностями восприятия детей с РАС. И все эти особые образовательные потребности, они, конечно, были учтены при разработке примерной адаптированной программы. И они должны учитываться и при разработке образовательной организации уже своей адаптированной программы на детей, которые приходят в детский сад, либо в другую образовательную организацию. И на слайде я сейчас просто хотела обратить ваше внимание, что структура примерно адаптированной программы, она соответствует той структуре, которая заложена во постношкольного образования. Она включает три больших раздела. Первый раздел – это целевой раздел. И понятно, что детский сад, когда будет разрабатывать свою адаптированную программу, он должен следовать этой же структуре и должен отразить то содержание, которое закладывается. Но хочу сразу обратить на важные моменты, касающиеся именно сопровождения детей с РАС. В целевом разделе, в пункте 1.1, вы видите этапы дошкольного уровня образования. Мы привыкли видеть в системе дошкольного образования именно возрастные этапы. Это дети раннего возраста, дети младшего дошкольного возраста, среднего, старшего дошкольного возраста. Относительно детей с РАС в связи с теми особенностями их асинхроничного развития невозможно отнести ребенка к какому-то определенному возрасту. И поэтому авторы программы предлагают прохождение ребенка в образовательной программе именно по ситуации его развития в зоне ближайшего развития. И эти этапы заложены немножко другие, названия у них другие. Это ранний этап, этап ранней помощи, это этап начальный, этап основной и этап пропедевтический. В жестких, во временных рамках четко определены этап ранней помощи. Он длится до 3-3,5 лет до того момента, когда ребенку ставится диагноз РАС. И пропедевтический этап, это этап подготовки ребенка с РАС к школе с 6 до 7 лет. Начальный этап, основной этап, его начало, его завершение будет связано с особенностями ребенка, с его зоной ближайшего развития и с его прохождением тех задач, которые строятся и ставятся во время этих этапов. Хочу Ваше обратить внимание еще на целевые ориентиры. В обычных программах для детей вы находите целевые ориентиры на этапе раннего возраста и на этапе завершения дошкольного возраста. Так вот здесь, относительно детей с РАС, на этапе завершения дошкольного возраста, мы видим три позиции целевых ориентиров. Целевые ориентиры для детей с третьим уровнем тяжести РАС, для детей со вторым уровнем тяжести РАС и с первым уровнем тяжести РАС. Эти целевые ориентиры, они закладывают ту дифференциацию, индивидуализацию, которая должна присутствовать в сопровождении ребенка с РАС. И мы с вами понимаем, что если у ребенка третий уровень тяжести РАС, то для него будут ставиться свои образовательные задачи и целевые ориентиры будут отличаться от целевых ориентиров для ребенка с РАС с первым уровнем тяжести. Это тоже на понимание и на оценку уровня, степени тяжести, уровня развития РАС и выстраивание дальнейшей работы с ним. Ну вот содержательный раздел. На этом слайде представлены как раз два первых этапа. Этап ранней помощи и этап начального этапа. Начальный этап дошкольного образования. Ранняя помощь, она связана с комплексным развитием ребенка. Вы видите направление работы, которые закладываются в сопровождении этого ребенка на этом этапе. То есть специалисты работают по разным линиям развития ребенка, но и подсподно все равно задевают и касаются тех сфер развития, которые связаны именно со спецификой аутистических расстройств. Это касается и развития коммуникации, социального взаимодействия, развития имитации у детей и также и формирования поведения у детей. Но это еще не специальная коррекционная работа. А вот начальный этап дошкольного образования, он предусматривает как раз специальную индивидуализированную коррекционную работу с ребенком. Обращаю ваше внимание, что в этой программе в сопровождении детей сразу коррекционная работа с детьми первична и обязательно, именно проведя определенный блок коррекционной работы, мы готовим ребенка к тому, чтобы он в последующем смог войти в группу детского сада, он смог воспринимать уже задачи более широкого спектра. То есть на этом этапе работают специалисты индивидуально с ребенком и у каждого специалиста своя программа коррекционной работы по развитию речи, по коммуникации, по коррекции проблем поведения. На этом этапе ребенок готовится постепенно к поступлению в детский сад в группу детей. Следующий этап, основной этап, он связан с пятью образовательными областями, которые заложены в обвоз, которые описаны в примерной адаптированной. И здесь определяется содержание относительно ребенка с раз. Индивидуально, если это индивидуальная адаптивная образовательная программа и содержание образования на группу детей с раз. И здесь очень важно обратить внимание на то, что по каждой образовательной области определяются опорные пункты, то есть тот пункт в развитии ребенка, на котором находится ребенок, и от этого простраивается уже дальнейшее наполнение этого содержания. С учетом особых образовательных потребностей каждого ребенка с раз. Про педагогический этап, этап подготовки ребенка к школе, он очень важен в сопровождении детей с раз. И здесь работа строится по формированию тех навыков социальной коммуникации, социального взаимодействия и социально-бытовых навыков. И остается еще проблема у ребенка с раз. Но еще уже выделяются академические навыки обучения ребенка с раз чтению письмо и основу математических представлений. Это заложено авторами специально для того, чтобы ребенок, придя в школу, в последующем весь свой ресурс использовал в первую очередь на адаптацию, а не освоение новых знаний. То есть первый класс, он будет дублировать несколько этих знаний, и группа подготовительная, она дублирует знания первого класса именно целесообразно для того, чтобы обеспечить более успешную адаптацию ребенка к школе. Но опять же обращаю ваше внимание, что по каждой позиции академических навыков для каждого ребенка с тяжелой степенью, с средней степенью и с легкой степенью тяжести раз будут свои задачи. И они очень ранжируются. И третий раздел организационный. Это обеспечение специальных условий, создание развивающей среды предметно-пространственной, необходимой для ребенка с раз. Это сопровождение психолого-педагогическое, кадровые условия, материальные, финансовые, планирование работы. Все описывается здесь. И вот эти три больших раздела, целевой, содержательный, организационный, он должен найти отражение и в адаптированной образовательной программе детского сада, и в индивидуальной адаптированной образовательной программе. Мы на примерах потом в дальнейшем посмотрим. Таким образом, специфичность этой программы от всех других примерных, она связана именно с этапностью освоения программы, заложена другая этапность, с первичной позицией коррекционной работы. Коррекционная работа должна предварять работу по образовательным областям. То есть обязательно присутствие блока коррекционной работы. Акцент сделан на подготовку детей к школьному обучению, вводится учебный компонент. Индивидуализация работы строится на основе оценки уровня развития ребенка с применением разных диагностических методик. Кроме того, выстраивается антировка на классификацию ДСМ-5. Это как раз вот те три уровня степени тяжести. И в зависимости от степени тяжести, в какой поддержке ребенок нуждается. И разнообразие методических подходов и методов работы заложено. Здесь в зависимости от особенностей ребенка подбираются те методы и подходы и отдается им приоритет. В какой-то ситуации развития ребенка приоритеты отдаются MBA. В какой-то ситуации ребенку подходят методы развивающего обучения. То есть здесь все очень индивидуально и нельзя сказать, что существует какой-то один метод. Ну вот дифференциация, которая заложена. И вы можете найти эту характеристику в этой примерной программе. В приложении есть описание на понимание, что третий уровень тяжести раз – это потребность бочи и существенной поддержки. Как правило, эти дети нуждаются в полной физической поддержке и, соответственно, в тьютерском сопровождении. Это, конечно, должно учитываться в сопровождении детей. Таким образом, все содержание образования должно выстраиваться по двум большим направлениям. Первое направление – коррекционная работа. Второе направление – освоение содержания программы в образовательных областях, включая подготовку детей к школе. Мы не забываем, что коррекционная работа – это условие, предпосылка для того, чтобы выстроить качественную работу по освоению в целом программы. Ну, здесь представлены все эти три этапа. Еще раз проговорю, что начальный основной этап для каждого ребенка, он может начинаться в разное время в зависимости его особенностей. Начальный этап – тогда, когда ребенок получил помощь в службе ранней помощи. Ну, вот этот этап ранней помощи, он сейчас, конечно, обеспечивается разными службами ранней помощи, которые организуются при организациях разных сфер и соцзащиты, и здравоохранения, и в системе образования есть служба ранней помощи. Точно так же эту помощь можно получить и в детских, на базе детских садов может быть организована либо служба ранней помощи, либо группы для детей, особый ребенок, группа криковременного пребывания. То есть здесь разные организационные варианты возможны. Начальный этап – где ребенок может получить сопровождение и помощь на начальном этапе дошкольного образования. Ну, как пример, здесь приведен городской психолого-педагогический центр города Москвы. Там предоставляются такие услуги. Вы можете эти услуги получить и в центрах помощи детям сразу, как государственных, так и негосударственных. И вот ФРЦ тоже приведен как организация. Это может быть и дошкольная образовательная организация, где имеется группа кратковременного пребывания. Именно группа кратковременного пребывания – более такая эффективная модель предоставления дошкольного образования для детей с РАС, которая обеспечивает постепенность вхождения ребенка. И здесь обеспечивается постепенное вхождение по времени и по взаимодействию с детьми. Сначала с ребенком занимаются, естественно, индивидуально идет коррекционная работа. Потом пытаются присоединять других детей в паре, в мини-группе. И задача начального этапа – подготовить ребенка к спокойному вхождению именно в группу детей, к переходу к групповым формам работы. После начального этапа какие варианты для ребенка с РАС в системе дошкольного образования имеются? Вы их видите сейчас на экране. Это группа кратковременного пребывания, о которой я только сейчас проговорила. Это ресурсная группа. Это группа компенсирующей направленности для детей с РАС, куда ходят только дети с РАС. Это группа компенсирующей направленности для детей с другими особенностями, для детей с умственной отсталостью, для детей с задержкой психического развития, с общим недоразвитием речи ребенок может прийти в эту группу. Группа комбинированной направленности и группа общеразвающей направленности. В регионах ситуация очень разная и предложения этих групп в разной направленности могут быть самые разнообразные. И надо проговорить, что в каждой модели есть и свои плюсы, и какие-то свои сложности. Давайте начнем с... Да, сейчас проговорю про... Опять обращу ваше внимание, какие программы в этих разных ситуациях должны разрабатываться для ребенка с РАС. Если ребенок приходит в группу компенсирующей направленности для детей с РАС, то разрабатывается большая программа, адаптированная основная общежитательная программа на группу для всех детей. Если ребенок с РАС приходит в группу комбинированной направленности, там есть здоровые дети и есть дети с другими нозологами, могут быть все три ребенка с РАС, могут быть три ребенка, но один с РАС, один с ДЦП, один еще с какой-то другой особенностью. В этой ситуации для каждого ребенка разрабатывается индивидуальная адаптированная программа. Ну и точно так же в ситуации группы общеразвивающей и оздоровительной направленности разрабатывается индивидуальная адаптированная программа на ребенка. А каким образом происходят особенности реализации программ в разных этих группах, мы сейчас с вами посмотрим. На слайде представлены вхождение ребенка с РАС, группы общеразвивающей направленности, комбинированной направленности и ресурсных групп. Здесь в первую очередь должны быть созданы условия, конечно, и для образования, и для социальной инклюзии. Есть условия, так как ребенок в группе с детьми здоровыми находится именно в естественных условиях, отрабатывать, генерализировать те навыки, которые были сформированы на индивидуальных занятиях. Здесь должна быть выстроена вот эта индивидуализация образования, здесь должно быть индивидуальное тьютерское сопровождение для ребенка. И, конечно, плюс, что есть вот это совместное взаимодействие с детьми. Но в этой ситуации для вхождения ребенка с РАС в этот коллектив, конечно, детскому саду надо и готовить детей, и готовить родителей к принятию таких детей в группу. Здесь должна быть отработана все равно технология поэтапного включения ребенка в среду. Даже если группа функционирует 14 часов, 12 часов, 10 часов, все равно вот это поэтапное включение, оно должно быть обеспечено для того, чтобы адаптация ребенка прошла более успешно. Ну и индивидуализированная коррекционная работа здесь должна быть. Относительно ресурсных групп хочется отметить, что здесь есть свои преимущества. Также обучение в естественной среде, возможно, генерализация навыков, индивидуализация программы. Здесь может быть соотношение 50 на 50 процентов, 50 процентов индивидуальной работы, 50 процентов ребенок выводится в группу детей. Но все связано опять с особенностями развития ребенка. И это соотношение может быть и 95 процентов индивидуальной работы, а 5 процентов вхождения в группу. В зависимости от того, как ребенок принимает детей, как он себя чувствует, как проходит его подготовка именно к вхождению в группу. Ну и здесь свои плюсы, что обеспечивается еще и супервизия. Здесь большая команда должна быть сопровождение. И в свою очередь это вызывает и определенные сложности для развития этой модели в системе дошкольного образования, потому что она является наиболее финансово затратной. В зависимости от... Это связано с тем количеством специалистов, которые должны работать с обеспечением супервизии, со специальной подготовкой специалистов и подготовкой воспитателя группы, которые должен принимать и все равно в воспитательном процессе учитывать и обеспечивать вот эту генерализацию навыков. Ну и, конечно, в любой модели дошкольного образования очень важно и участие родителей. Родители у нас полноценный субъект образовательного процесса, поэтому они участвуют обязательно в генерализации навыков в домашних условиях. Они участвуют у нас и в моментах социальной инклюзии. Их помощь нам, конечно, как педагогам и специалистам очень необходима. Ну и в моделях группа компенсирующей направленности. Здесь меньшее количество детей. Здесь больше возможностей для организации именно фронтальных, групповых занятий, что обеспечивает готовку ребенка в последующем к переходу к школе. Здесь работают, как правило, специалисты подготовленные. Они работают, имеют опыт работы в системе коррекционной педагогики. Здесь, как правило, одноуровневые вот эти группы формируются детей, либо формируются подгруппы детей, их можно дифференцировать и более качественно выстроить их программу обучения. Здесь ребенок имеет возможность и выстроить какие-то дружеские отношения с другими детьми для детей. Здесь раз это, в принципе, проблема. Но, тем не менее, такие вот симпатии и дружеские связи, они возникают в этой среде чаще, чем когда ребенок находится в группе с здоровыми детьми, либо с другими нозологиями. Здесь, соответственно, вот это комплексное сопровождение, интенсивное обучение, оно обеспечивается целой командой специалистов. И это очень важно как раз и для коррекционной работы этого блока, и для сопровождения на основном этапе и на пропедактическом. Но есть свои тоже трудности, как обеспечить социальную инклюзию, как обеспечить генерализацию навыков, используются режимные моменты, используется пространство образовательной организации, где дети сразу выходят, они не только в своем групповом помещении находятся, но и осваивают пространство всего детского сада. Ну и плюс выход детей и включение их в какие-то мероприятия общесадовские. То есть это тоже, этот ресурс используется. Ну и хочу обратить ваше внимание, тогда, когда ребенок приходит в группу компенсирующей направленности с другими, для детей с другими нозологиями, конечно, очень важно учитывать уровень интеллектуального развития ребенка сразу, чтобы он соотносился. Тогда это будет более эффективно выстраиваться работа. Ну и о группе кратковременного пребывания, каким образом в этой ситуации разрабатывается индивидуальная адаптированная образовательная программа. На примере Федерального ресурсного центра немного расскажу. У нас работают четыре группы, 35 детей за два года прошли обучение, 10 детей полноценное двугодичное обучение. Федеральный ресурсный центр как раз был той обработанной площадкой, где мы осваили вот этот проект примерной адаптивной образовательной программы. К нам дети приходили, приходят в пять лет, и чаще всего эти дети не получали ранней помощи. За все это время только один ребенок получил помощь в службе ранней помощи. Остальные дети ранее годами получали помощь только учителям логопеда. В этом году пришли дети, которые получали коррекционную помощь до этого, и логопеда, и дефектолога, и психолога. И это, конечно, все сказывается на программе образования для каждого ребенка. Поэтому у нас дети вступали в начальный этап, когда обеспечивалось индивидуальное сопровождение, выстраивалась система индивидуальных коррекционных занятий, готовили детей к переходу в группу. И потом переходили они на основной пропедактический этап. Эти этапы, они интегрированы в один, потому что всего два года было обучение. И здесь, конечно, надо было интегрировать эти два этапа. Этап адаптации у детей разное время занимал. Кто-то через месяц уже эффективно входил и в подгруппу, и далее в группу. Кому-то потребовалось три месяца, кому-то полгода, а кому-то и в течение года ребенок привыкал к новой ситуации развития. Ну, дизайн апробации или дизайн сопровождения ребенка, он касается любой ситуации, любой образовательной организации, куда приходит ребенок с особенностями, в том числе и ребенок с рас. Эта схема выстраивания работы, она присутствует в каждой образовательной организации. Сначала идет оценка уровня развития ребенка с использованием методик. И обращу ваше внимание, что в примерно адаптированной программе рекомендуется психолого-педагогический профиль ПЭП-3, рекомендуется использовать CARS, рейтинговую шкалу аутизма. Но детский сад и любая образовательная организация имеет право использовать и другие диагностические методики. После оценки уровня развития на основе диагностик, на основе наблюдения специалистов, на основе беседы с родителями, опроса родителей об особенностях детей, разрабатывается адаптированная индивидуально-образовательная программа, с ней знакомятся родители, и она утверждается после этого на психолого-педагогическом консильме. Начинается коррекционная работа, сопровождение ребенка комплексное всеми специалистами. В январе выходим на динамическую оценку и вносим корректировку в адаптивную образовательную программу. Эта корректировка может касаться и дополнения каких-то образовательных задач, если ребенок хорошо осваивает те задачи, которые были поставлены, либо наоборот идет дробление задач, если у ребенка появились какие-то трудности и сложности в освоении. Далее снова коррекционная работа, и в конце года снова выходим на оценку уровня освоения ребенком программы и освоения его развития. Все специалисты участвуют в разработке адаптированной образовательной программы, но каждый несет свою персональную ответственность за тот блок, который находится в рамках его компетенции. Здесь вы видите, педагог-психолог отвечает за коррекцию дезадаптивного поведения, за формирование навыков коммуникации и социального взаимодействия. Тьютер – это первый помощник в сопровождении именно в рамках освоения программы ребенком. Учитель-дефектолог курирует формирование стереотипа учебного поведения и формирование разных навыков учебных. Логопед, соответственно, коммуникативное развитие, речевое развитие. У нас участвуют еще и специалисты, и музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре и специалист по художественно-эстетической деятельности. Они тоже задействованы в сопровождении и в образовании ребенка с РАС. Все специалисты знают все задачи, которые ставятся относительно каждого ребенка. Но каждый отвечает именно в зоне своей ответственности, а все остальные также решают эти образовательные задачи. И сейчас обращаю ваше внимание на структуру именно индивидуальной адаптированной образовательной программы. Вы видите здесь первый блок, касающийся как целевой блок, где даются сведения о ребенке, о специалистах сопровождения, о рекомендуемой программе ЦПМПК, программа разрабатывается на один учебный год. И здесь дается описание особенностей ребенка по результатам диагностики и описание специальных условий для этого ребенка, которые должны быть созданы, в которых он нуждается. Более подробно сейчас дальше с вами посмотрим. И содержание. Конечно, первый блок – это коррекционная работа, в этой программе описывается, и далее описывается содержание образовательных областей. И если это возраст ребенка с 6 до 7 лет, конечно, включаются академические навыки. Обязательно работать с родителями, потому что родители наши первые помощники, и они нам очень нужны, и невозможно построить полноценно ребенку, с ребенком сразу, без включения родителей. И расписание занятий как приложение, потому что оно может изменяться в течение года в зависимости от ситуации развития ребенка. Сейчас, как пример, вы видите на слайде те специальные условия, которые мы описываем в индивидуальной адаптированной программе, которые мы учитываем. В первую очередь, временной режим посещения. Акцент, обращая ваше внимание, делаю на постепенное увеличение времени пребывания ребенка. Это очень важно для сохранности здоровья, для успешной адаптации. И здесь вариации с режимом могут быть разные. Может быть сокращенный режим посещения, может быть сокращено время занятий, может выделяться дополнительный выходной. У нас были такие ситуации с ребенком, в которых нуждался ребенок, чтобы предупредить его переутомление, чтобы предупредить его передосвещение. Это может быть необходимость дополнительных перерывов в ходе занятий для ребенка. Все связано с его особенностями. Организация пространства группы. Для детей сразу необходима объединенность этого окружающего пространства. Должно быть зонирование, должно быть специальное сенсорное оборудование, если в этом нуждается ребенок. И какие-то уголки уединений, может быть, мягкие какие-то пуфики, сенсорная зона отдельная необходима. То есть это все учитывается. Визуализация среды. Отдельная организация рабочего места для ребенка описывается, где оно должно быть, это рабочее место, в зависимости от его особенностей. Какая визуализация на рабочем столе должна быть предусмотрена для этого ребенка. Либо карточки поведения, либо визуальные карточки деятельности, которые он будет выполнять. Все это описывается. В программе как индивидуальные образовательные цели проектируются так, и ребенок входит когда в группу, естественно, и какие-то общие групповые образовательные цели тоже прописываются. И тьютерское сопровождение, оно необходимо, рекомендовано оно, ЦПМПК для этого ребенка. Это тоже здесь фиксируется. Приемы, способы обучения точно так же определяются индивидуально для каждого ребенка. Какие инструкции необходимы в зависимости от особенностей восприятия ребенка. Каким образом будут формироваться навыки выполнять задания. Либо это будет совместное действие вместе со взрослым, либо ребенок уже имеет навыки самостоятельности. Может, либо по образцу, либо он может сравнивать эту работу после выполнения. Адаптация заданий, материалов сегодня, к сожалению, нет пока еще такого в издательской деятельности готовых каких-то дидактических пособий, дидактических материалов. Здесь очень большая работа, конечно, специалистов и педагогов по подготовке этих заданий. И родители нам помогают в этом. Они наши большие помощники. Здесь тоже описывается относительно каждого ребенка, как будет подаваться этот учебный материал. На отдельном листе будет одно задание. Один объект или два объекта, или три объекта. В зависимости от особенностей. Ребенок в ходе занятия готов воспринимать один дидактический материал, или ему можно уже дать два или три. То есть все это описывается. И специальное сенсорное оборудование, которое необходимо. Использование таймера, который структурирует очень деятельность. И в этом нуждаются дети сразу. Дополнительное какое-то сенсорное оборудование. Вы видите сейчас на слайде, не буду перечислять. Это тоже в зависимости от индивидуальных потребностей ребенка. Но и система поощрения, она тоже определяется. В зависимости от того, что сейчас является мотиватором для ребенка. И в своей деятельности, конечно, педагоги стараются постепенно уйти от пищевого подкрепления. Приходить и использовать эмоционально положительные реакции. Желаемые предметы. Это все описывается. И как пример, каким образом описывается коррекционная работа в этой индивидуальной адаптивной образовательной программе. Вы видите на слайде. Мы выделяем три блока коррекционной работы. Так как у нас главная цель была подготовка ребенка к школе. И она связана, это коррекционная работа с базовыми навыками коммуникации, с коррекцией нежелательного поведения и со стереотипом учебного поведения. Ребенок тоже научится вести себя именно в обстановке классно-урочной. В той обстановке, которая будет в школе. Задачи очень краткие, индивидуальные. И они оцениваются в начале года, в середине года и в конце года. И эта оценка ранжируется. И первым фиксируется как раз тот специалист, который несет главную ответственность для реализации этого блока. Но и все остальные специалисты участвуют. Если стоит задача, ребенок учится просить желаемое, используя указательный жест, то эта задача решается всеми специалистами в ходе всего образовательного процесса. И на занятиях физкультурных, и на музыкальных, если возникает такая ситуация. И на всех других. И в ходе режимных моментов воспитателя. Ну и содержание образовательной деятельности по образовательным областям, точно так же и по академическим навыкам. Она конкретно и четко описывается относительно каждого ребенка. Ну и хочу вам показать и подчеркнуть еще раз важность обучения ребенка с раз, как можно ранее начинать оказывать эту помощь ребенку с раз. И тогда можно подготовить ребенка полноценно к переходу к дошкольному образованию. И наша главная задача, как специалистов, вместе с вами, с родителями, именно обеспечить рост самостоятельности у ребенка и снижение потребности в поддержке. И вы видите вот динамику в развитии детей, которую мы получили. За два года у нас уменьшилось количество детей, которые нуждались в очень существенной поддержке. и увеличилось количество с первого уровня раз и уровня поддержки и со вторым уровнем. Это хороший результат. Наши дети продолжили обучение по программам 8.1, 8.2, 8.3. Наши дети продолжают обучение и в федеральном ресурсном центре, и идут в другие образовательные школы города Москвы в ситуации инклюзии. И посещают и отдельно классы. На этом все, что я хотела, как бы сказать, планировала и заняла достаточно времени, извините, если чуть больше, чем планировалось, и готова ответить на ваши вопросы, если они появились. Спасибо большое. Да, Галина Васильевна, меня слышно сейчас? Да, слышно. Спасибо вам огромное. Очень содержательно, мне кажется, очень структурированно. Вы прям разложили все по полочкам, чтобы у родителей появилась полная картина вообще идеальной модели, идеальной структуры сопровождения ребенка именно на дошкольном уровне. Вот у меня, например, из позиции родителей вот такой вопрос возникает. Вы про это говорили, если можно, и просто еще раз как-то коротко. Вот я привел ребенка в детский сад. Я понимаю, что ему нужна какая-то особая форма получения образования. Вот из тех форм, которые вы описали, да, они все имеют какие-то свои преимущества, какие-то, наверное, свои, какую-то свою направленность. Вот, во-первых, как определить все-таки вот по какой модели или по какой форме его обучать, это первое. А самое главное, вообще, кто это определяет? Это вот детский сад принимает решение? Или я как родитель могу здесь настоять или что-то потребовать, их заявление написать? Что мне здесь нужно сделать, чтобы вот, ну, как бы наиболее правильную форму выбрали и реально ее реализовывали? Потому что очень часто сталкиваются с тем, что родители пишут вот в основном в общей группе детского сада и никто ничего не делает. Вот, и когда мы начинаем рассказывать о том, что бывает такое, бывает такие формы, бывает там третье, родители озадачиваются. А как это вот, в общем-то, организовать? Поэтому первое, вот все-таки какие критерии, да, вот еще разочек. А второе, кто все-таки определяет эту форму? Смотрите, еще раз делаю акцент, что в сопровождении ребенка первична коррекционная работа. Коррекционную работу могут обеспечить специалисты, логопед, дефектолог и психолог. Она первична. Но объем этой коррекционной работы, он связан со степенью тяжести у ребенка. И понятно, что группы компенсирующей направленности, они, конечно, в первую очередь для детей с тяжелой степенью раз рекомендованы. Если ребенок спокойно относится к группе детей, переносит свое присутствие спокойно, переносит присутствие других детей спокойно, можно входить в группу комбинированной направленности. Потому что именно на сопровождении этих групп есть специалисты коррекционной педагогики. Если родители ребенка сразу приходят в группу общей развивающей направленности, мы понимаем, что в этой ситуации нет специалистов сопровождения. И если ребенок пришел один вообще в такой детский сад, с такими группами, то обеспечить именно здесь на месте вызывает большие сложности. Есть же нормативы по количеству детей, которых должен сопровождать специалист коррекционный. Тогда выделяют эту штатную единицу. И поэтому для социализации, для решения вопросов социализации, да, группы общей развивающей направленности хороши. Но тогда был бы лучший вариант создания ресурсной группы. Но ресурсные группы сейчас не так широко развиваются, потому что это связано с финансированием. И открытие ресурсных групп принимается на уровне исполнительных органов власти. То есть совместно, когда есть такая потребность, когда есть ресурс, имеется в виду материальный, да, на базе организации, есть финансирование, и тогда возможно это открытие. Но родители сейчас и специалисты, мы понимаем, что без обеспечения коррекционной работы сопровождение ребенка будет неполноценно и неэффективно. И поэтому все-таки мы рассматриваем группы комбинированные и группы компенсирующие направленности как более приоритетные для сопровождения ребенка с раз и обеспечения качества его образования. Разрешите я тогда тоже дополню? Да, спасибо большое. Можно дополню? Прям очень по полкам все разложено было в том, как должно быть организовано образование дошкольное детей с раз. Я хотел бы, наверное, только последний вопрос сейчас для начала прокомментировать и по поводу выбора. Я напомню все-таки родителям, что выбор формы образования, тем не менее, это право родителей. И действительно нужно учитывать ту ситуацию, которая складывается в каком-то конкретном образовательном учреждении для того, чтобы понимать, что требовать мы можем чего-то одного, а возможность организации может быть совсем другая. Значит, это не значит, что в случае, если у вас, например, вообще никакого выбора, откровенно говоря, нет, ребенку, который пришел в общеразвивающую группу, не положено занятие со специалистами или ему не будут создаваться эти специальные образовательные условия и адаптироваться каким-то образом средам. Совсем нет. Значит, вы можете точно так же, как приходя в любые другие группы, требовать создания всех необходимых специальных образовательных условий с детским садом, с вашим, разговаривать о том, каким образом планируется даже в этом случае, когда ребенок такой пришел совершенно один, создание всего этого. Это может быть реализовано, такие специальные образовательные условия могут быть реализованы в результате сетевого взаимодействия, они могут быть реализованы какими-то другими способами. Образовательные учреждения здесь все-таки несет ответственность в полной мере, несмотря на свои сложности. То есть, да, им сложно, но нет, они не могут вам отказать. Что я хотела добавить еще. Значит, если мы с вами приходим в образовательные учреждения, то так же, как и со школой, что мы тут неоднократно обсуждали, мы с вами пишем, передавая наше заключение по МПК, пишем заявление на создание этих самых специальных образовательных условий. И хотела бы сказать, что, опять же, Галина Васильевна уже это отмечала, тесное взаимодействие с родителями, это новшество для нашей образовательной системы. Трудно оно дается системе образования, но при этом. Причем и системе образования оно трудно дается, и родителям оно трудно дается, потому что нет такого опыта. То есть мы в лучшем случае наблюдали, как наши родители беседуют по телефону с учителями, которые говорят, что ваш ребенок там сегодня на перемене кого-то уронил. И, в общем, не столько про то, что делать, сколько про то, кто в чем виноват конкретно. Поэтому вот это взаимодействие на пользу ребенка – это совсем новая парадигма, и здесь всем непросто. Но, тем не менее, мы в этом направлении успешно движемся, и к этому надо стремиться. Поэтому я вам предлагаю сразу писать не только заявление на создание специальных образовательных условий при передаче вашего заключения ПМПК, но также писать заявление о том, что вы хотели бы, и имеете право, собственно, это принимать в внутренних консилиумах вашего детского сада, участие. И, собственно говоря, там вы можете обсуждать со специалистами, если вам что-то непонятно или что-то хочется изменить. Все вопросы, которые касаются включения ребенка в среду детского сада и его конкретные задачи по коррекции. Значит, я бы хотела еще кое-что сказать, если можно. Тогда я себе записала несколько вопросов, которые нужно обсудить в ходе вебинара. И хотела бы вернуться на шаг назад по поводу ранней помощи. Мне кажется, важным здесь отметить, что ранняя помощь в нашей стране только-только начинает развиваться. И у нас есть комплекты нормативных документов федерального уровня для того, чтобы это сделать в регионах. Уже все это разработано и принято на федеральном уровне, и в регионах постепенно начинает появляться. Сразу хочу отмечить, что помимо государственных организаций, которые занимаются оказанием услуг ранней помощи, это и не государственные организации. Никаких государственных организаций вместе с не государственными организациями сейчас ни одному региону не хватает для того, чтобы охватить всех детей, которые нуждаются. Я бы хотела сказать, что в Москве, помимо городского психолого-педагогического центра, сейчас развивается система ранней помощи также в Департаменте труда и социальной защиты на базе Центра содействия семейному воспитанию. Я думаю, что можно будет со временем обращаться не только в ГППЦ и не только за программами ранней помощи для детей с РАС, но также и в Департамент соцзащиты. И, в общем, туда, надеюсь, начнут направлять в том числе детей из группы РИСКа, медики из поликлиник. Что еще хотела сказать по поводу ранней помощи? Это всегда полностью родители ориентированная модель. То есть здесь семья как единица, а не ребенок как единица. То есть ранняя помощь, она оказывается через родителя и с участием родителя в огромной степени. Да, есть занятия с ребенком, да, родители поддерживают, но мы прежде всего пытаемся создать в ранней помощи поддерживающую, развивающую среду дома и поддержать родителей в их непростом деле воспитания и обучения, дать им ресурс. Есть специальные программы ранней помощи, которые направлены именно на детей с РАС. Есть программы, которые имеют общий характер. Опять же, сейчас нельзя говорить о том, что у нас есть какой-то выбор. То есть вы попадаете туда, где есть места, если у нас это все получается. Значит, про специализированные программы. Надо сказать, что в том же самом городском психолого-педагогическом центре это программа «Ранняя пташка», «Асерт» и, я так понимаю, что скоро будет и денверская модель там. Это программы, имеющие определенный срок реализации и имеющие ограничения по возрасту вхождения туда. В отличие от таких вот пролонгированных программ, менее специфичных, у них есть вот такие вот рамки. И еще раз повторюсь, здесь у нас пока все это начинает развиваться, недостаточное количество мест ни в какой из этих программ, поэтому нужно, по возможности, старайтесь попадать туда с детьми до трех лет. Дальше после трех лет это чуть сложнее. Но надеюсь, что потихонечку все это у нас тоже в Москве и в регионах разовьется. Значит, что еще хотела сказать? Про другую сторону. С ранней помощью поговорили про продление детства. Значит, если мы говорим о том, готов ли ребенок в школе или нет, родители часто занимают этот вопрос. Им кажется, что к школе ребенок, независимо от уровня его развития, это часто у нас встречающийся вопрос на консультациях, должен уже что-то такое уметь читать, писать или хотя бы сидеть за партой. И достаточно часто, несмотря на полученную помощь состороннюю, каких-то вот таких заметных результатов ребенок не достигает. И родителям кажется, что еще один год в детском саду может исправить ситуацию и дать какой-то существенный шанс. Значит, напомню, что по закону образования ребенок должен поступить на ступень начального образования, первый класс, до наступления восьми лет. Ну, то есть до восьми лет включительно ребенок должен перейти в школу. Однако, достаточно часто возникают спорные ситуации, когда родитель хочет, чтобы ребенок еще оставался в детском саду по разным причинам, а детский сад уже хочет его передать, считает, что ребенок вполне себе готов передать его в школу. Здесь опять вспоминаем, что выбор здесь принадлежит родителю. И если вы действительно хотите, взвешенное решение приняли, посоветовали со специалистами, понимаете, что действительно за следующий год может быть какой-то существенный прогресс достигнут, то можно оставить ребенка в детском саду по вашему заявлению. Заявление, соответственно, образец такого заявления у нас есть на сайте, и мы его вам в рассылке тоже разошлем. Если вдруг у вас такой выбор будет перед вами стоять. Однако, хочу еще раз напомнить, это, в общем-то, не только должно быть ваше персональное решение, а все же здесь нужно разговаривать со специалистами для того, чтобы реально оценить, надо ли уже переходить в школу или не надо. И напомню, что при переходе в первый класс нужно учитывать ту программу, по которой ребенок дальше пойдет обучаться. Если эта программа у нас, скажем, 8-3, то она предполагает пролонгацию обучения в начальной школе. То есть там обучение будет длиться в начальной школе 6 лет. Поэтому в некотором смысле вот эта пролонгация, что дошкольного детства, она скорее переходит на школьный уровень. И, в общем, не думайте, что там сразу от ребенка будут требовать умножать, делить, и что-то такое. Здесь, в общем-то, на школе тоже, у школы тоже есть задача и адаптации программ, и помощь в адаптации детям. Поэтому все будет постепенно, охратно и не с такой бешеной какой-то гонкой. То есть если у нас у детей есть какие-то интеллектуальные нарушения, то программа, она, в общем, достаточно, и школьная программа тоже достаточно мягкая в отношении детей. Вот. Это вот то, что я хотела дополнить. Спасибо. Елена Славовна, а можно я добавлю тому, что вы сказали, вот для понимания родителей, что как раз вы сказали, что нужно посоветоваться со специалистами, да, о чем посоветоваться? А посоветоваться, на самом деле, о том, как бы соответствует ли определенное учебное поведение ребенка тем критериям, которые необходимы при подготовке к школе. То есть очень важно, в каждом роде понимаете, что подготовка к школе включает в себя определенные соревнования, определенных навыков. Соответственно, если мы видим, что у ребенка вот эти навыки сформированы, то есть, например, там сформированы стереотипы учебного поведения, включающие там умение следовать групповым правилам, умение работать в группе, умение взаимодействовать со сверстниками, с разными взрослыми, опять же, в групповом формате, умение соблюдать правила. И при этом вот эта вот каждая группа, которая сейчас назвала, она же еще включает много разных наук. Поэтому, помимо того, что вы сказали относительно интеллектуального развития, важно, чтобы еще у ребенка были сформированы вот эти навыки. Если мы понимаем, что, в общем, действительно более-менее 50% этих наук сформированы, тогда действительно есть смысл идти в школу. А если там еще далековато до этого, и есть возможность еще, например, дать шанс ребенку, чтобы он себя поднотаскал, то тогда есть смысл, конечно, еще нужно продлевать ее. То есть ориентираться именно на определенные критерии, которые со специалистом прорабатывают. Так, можно я тогда еще один комментарий по поводу, нашла у себя заметку по поводу времени постановки диагноза. У нас, к сожалению, действительно диагноз аутизм выставляется достаточно поздно. Если не говорить о Москве, в которой достаточно сейчас, ну, такой наметился прогресс существенный, то про регионы, ну, детям ставят и в 5, и в 6 лет аутизма, и даже позже уже в период школьного обучения даже такое случается. И все же время постановки диагноза у нас сейчас сместилось, и диагноз аутизм ставится с полутора лет уже достаточно уверенно. То есть нужно рассчитывать на то, что в полтора года ребенок получит необходимый диагноз, и дальше, соответственно, попадет уже в специальную программу ранней помощи, которая учитывает особенности детей с расстройствами аутистического спектра. Вот. Спасибо. Да, спасибо большое, коллеги. Ну, вот, на самом деле, у нас еще есть вопрос, который хорошо бы успеть еще ответить, хотя время у нас заканчивается. Кстати, вот десятый вопрос, Юрий Нуслан, это тот вопрос, о котором мы сейчас только что озвучили, что он как раз сегодня к нам тоже в нашу встречу попал, действительно популярен. Значит, я бы хотел обратить внимание, значит, на вопросы, которые представлены, потому что на некоторые вопросы мы уже ответили, какие нормативные документы необходимы для реализации детей, а опов. Да, вот здесь Галина Васильевна, спасибо большое, вы очень достаточно подробно рассказали. Вот. По поводу коррекционной программы, да, я так понимаю, что мы, в общем-то, тоже сегодня это проговорили, да, и Галина Васильевна там рассказала о том, что это, в общем-то, разрабатывают специалисты и, как бы, они, как бы, и утверждают с родителем. Вот. У меня единственный здесь вот такой вопрос, да, вот, ну, это, наверное, Елена Вячеславовна Клам вопрос, как именно такое правовое поле, то есть, когда родитель пришел, и очень просто очень много это обращаются, говорят, что, ну, вроде бы, как бы мы отдали, вроде бы мы заключение принесли, вот, но нам дали там одного специалиста старенькую бабушку, которая, ну, как бы, ну, вот это прямо цитирую, да, это не мои слова, которая, ну, что-то там делает, что-то рисует, и она у нас и логопед, и дефектолог, и психолог сразу в одном лице. Ну, вроде как условие соблюдается в детском саду по документам, а по факту программу коррекционной работы родитель даже в глаза не видел и не знаком с ним, не очень понятно, над какими задачами работают специалисты, куда он идет, ну, что делать в этом, там, то есть, как это должно быть в идеале, мы поняли, а как вот это в итоге добиться-то в этой ситуации? Способ у нас всегда один и тот же, не устаю его озвучивать, и тем не менее, он всегда остается как будто новым. Мы, когда приносим в детский сад заключение по МПК, всегда, или в образовательной, любой образовательной учреждении, мы всегда пишем их заявление о том, что мы просим создать ребенку на текущий учебный год специальные образовательные условия, указанные в заключении по МПК. Заключение по МПК – документ прямого действия, то есть, так же, как и ПРА, и так же, как и справка об инвалидности, они обязательны к исполнению тем учреждениям, в которые они предъявлены. То есть, если у нас в заключении по МПК написано, что ребенку полагается занятие с логопедом, дефектологом, психологом, там, не знаю, и тьютерское сопровождение, то все это вместе должно быть обеспечено. Я сейчас не говорю о трудностях, опять же, образовательных учреждений. Вот Галина Васильевна действительно хорошо в курсе и сказала об этом, что есть сложности с финансированием. Однако, тем не менее, не в нашей с вами родительской задаче входить в положение региона. Наша с вами задача – это реализовать право на обучение нашего ребенка. У нас есть с вами обязанности как у родителей защищать детские права. Поэтому, значит, что мы можем сделать? Мы можем проверить не только факт того, как исполняется или не исполняется заключение ПМПК, когда у нас один специалист во всех лицах одновременно. А можем также говорить о том, что мы, опять же, коллеги говорили об этом сегодня не один раз. Мы полноправные участники образовательного процесса. Мы можем участвовать в консилиумах, мы можем высказывать свое мнение, мы можем знакомиться со всеми документами, которые касаются обучения наших детей. И также мы можем присутствовать на занятиях. Естественно, это не значит, что мы урываемся в какой-то момент в детский сад или в школу с требованием немедленно пустить нас. Это, опять же, у нас с вами область договоренности. В каких-то учреждениях детских идут навстречу сразу, в каких-то это сложнее. Где-то приходится опять писать сначала письменно, а где-то нас пускают, в общем, и не боятся показать работу. Если вот как раз возникает сопротивление, это значит, что, скорее всего, что-то там идет не так. То есть это такой плохой звоночек, и здесь надо думать о том, как, в общем, нам, собственно, посмотреть все-таки, что же там происходит. Я бы предложила еще раз зафиксировать в нашем плане действий. Это то, что мы должны написать не только заявление на создание спецусловий, но также на включение нас в все консилиумы, которые по детям будут проводиться. И, соответственно, эти консилиумы приходить, задавать вопросы, смотреть на планы, помогать их составлять, участвовать в создании, в реализации, в обсуждении, то есть во всех этапах, собственно говоря, вот этого процесса. Вот, наверное, так. Да, спасибо большое. Вот как раз пятый вопрос. Вот здесь вот Елена Магритская пишет, и вот пятый вопрос, вот они похожи, да, про то, что уже родитель все сделал, то, что вы сказали, но при этом отовсюду и от образовательной организации. И от ПМПК были написаны отказы в предоставлении там какого-то даже специалиста. И что тогда, причем уже даже там до каких-то доходов дел уже не... То есть на каком-то этапе человек находится, родитель. Куда дальше-то писать? Прокуратуру, получается? Куда? Ну, не хочется, конечно, доводить до этого дела, но вот если уже отказы везде получили. Ну, к сожалению, да, он есть... Это не единичный случай, да, то есть это достаточно тоже типичная ситуация, связанная, она еще раз говорю, зачастую с тем, что никакого специального финансирования в регионах на детей с ограниченными возможностями здоровья не выделяется, и реализация вот этого всего того, что там должно быть, что по заключению ПМПК ребенку положено, совершенно не обеспечивается никакими финансами со стороны региона. Эта проблема повсеместна, и вот, собственно говоря, она требует отдельного обсуждения. Что мы делаем с родителями в этих случаях? То есть чаще всего мы либо создаем какие-то местные общественные организации, либо при помощи уже созданных местных организаций, начинаем разговаривать с властями о том, каким образом финансирование детей, образование детей с ограниченными возможностями должно быть перестроено. Чтобы вы понимали, ваше обращение в прокуратуру в принципе, наверное, даст результат в единичном, скажем так, случае. То есть они придут, проверят, найдут нарушение, будет предписание, будет штраф, но нас это не гарантирует, к сожалению, от того, что в следующем году ситуация снова полностью не повторится. Даже если они выделят после этого ставку, допустим, и возьмут человека на работу, никто не гарантирует, что они его через полгода не уволят и не сократят или не придумают что-то еще. То есть здесь, конечно, с одной стороны, надо показывать, что мы достаточно далеко можем в наших требованиях зайти, но понимать, что, к сожалению, скорее всего, это не способ и не стабильный способ обеспечения права ребенка. И я бы в каждой ситуации, конечно, разбирала отдельно весь порядок действий, к которому надо идти в конкретном случае. Потому что обращение в прокуратуру, оно не последнее, не конец истории отнюдь. И если у нас есть такие сложности на уровне уже дошкольного образования, то, поверьте, на школьном уровне все будет примерно в том же виде. Поэтому лучше, если есть силы, желание и время, соответственно, присоединяться вот к каким-то таким общественным инициативам по изменению ситуации системы. Потому что в отдельном, еще раз повторюсь, случае это все слишком нестабильно. И даже для одного этого единственного ребенка часто ситуация может поменяться в любой момент, в любую сторону. То есть ничего это не обеспечивает. Еще как возможность скажу, что в ряде регионов взаимодействия с уполномоченными по защите прав детей дают неплохие результаты. Тоже не везде, зависит от человека, от того, кто конкретно эту должность занимает. Но, тем не менее, вы можете обращаться в прокуратуру не самостоятельно, а писать, в том числе, через... То есть писать уполномоченному по правам ребенка, и тогда они делают обращение. Вот на такие обращения реагируют органы власти значительно лучше, и эффективность может быть в ряде случаев выше. А также с уполномоченными можно обсуждать именно вот такие вот системные проблемы региона и искать какие-то выходы и решения вместе. Да, Елена Вячеславовна, спасибо вам большое. Ну, знаете, я вот сейчас сижу так и думаю, как бы вот вы как команда, вот ваша организация, вы уже прошли огромный путь, и вы имеете, как бы, такое взаимодействие с родителями и общественными организациями со всех регионов России, я так думаю. А вот если мы говорим о родителе, который, ну, по сути, впервые столкнулся, и у которого, ну, вот такого опыта решения вопросов нету, и, соответственно, это часто вызывает сильную тревогу и нежелание, ну, как-то выходить на вот этот конфликтный путь. Вот что здесь можно посоветовать здесь родителю? Ну, как бы у меня есть рекомендация, да, но, может быть, именно, как бы, что бы вы посоветовали, то есть с чего начать вот такому родителю, ну, что как-то, может быть, перебороть свое какое-то волнение, там, своей какой-то тревоги, для того, чтобы начать как-то отставить права ребенка? Ну, на самом деле, я все сказала, у меня нет нового ответа, это все равно писать. Поверьте, пожалуйста, то, что вы пишете, это экономит ваши нервы, время и силы, и в том числе образовательного учреждения, потому что, в общем, расставляются сразу все точки над «и». это не конфликт, это стандартная процедура, здесь нет ничего такого. В московских школах, например, в большинстве школах и детских садах родителям при поступлении ребенка в образовательное учреждение такое заявление вот Бланково прям выдается. То есть это не какой-то скандал, это не значит, что мы тут вступаем на трапу войны, это значит, что мы обозначаем свое желание участвовать в процессе и договариваться. Здесь нет конфликта в данном случае. А если это воспринимается как некий конфликт, то это тоже опять, к сожалению, плохой звоночек. И по опыту, опять же, нашему значительному, я вижу, что если образовательное учреждение воспринимает таким образом простые заявления, то это значит, что никто никого никуда, конечно, включать не думал и не собирается, и дальше не будет. То есть чаще всего речь идет о том, что такой вот срабатывает патерналистический подход, когда мы лучше знаем, как учить вашего ребенка, а вы здесь уйдите и не мешайте. И дальше что-то там происходит, вообще непонятно что. Потому что, конечно, детей сразу никто особо учить-то нас и не умел, и не умеет. То есть это отдельная проблема, опять же, повышение квалификации, опыт работы и все такое. Неоткуда было этот опыт взять большинству специалистов нашей страны. Поэтому... Я бы, на самом деле, еще хотел здесь посоветовать каждому родителю, во-первых, знать о том, что существуют родительские общественные организации, которые всегда можно позвонить, написать и получить определенную консультацию. В первую очередь, это, конечно, региональные общественные организации «Контакт», да, или Елена Числавовна-Богородника представляет эту организацию. И они всегда ответят на любые вопросы, поделятся опытом. Да, ну, а второе, это очень много есть в каждом регионе представителей Всероссийской общественной организации «Родители детей и инвалидов» в ОРДИ, куда тоже также можно, я думаю, написать и получить какую-то рекомендацию по тому, что делать конкретному родителю. Коллеги, ну, вот у нас еще много вопросов, но наше время, к сожалению, завершилось. Сергей, подождите, я хочу предложить план. Значит, мне кажется, мы не раскрыли тему ресурсных групп, а это очень важно. Я думаю, что нам нужен отдельный вебинар на этот счет. И здесь прямо буквально два слова скажу, что так же, как и ресурсные классы, ресурсные группы открываются по инициативе и при участии родителей в первую очередь. Здесь не столько речь идет о каком-то участии, желании там или инициативе государственных органов и организаций, сколько именно о компетентности и желании родителей. И это все организуется при помощи и поддержке, в том числе, некоммерческих организаций по регионам. Этим опытом нужно и можно делиться, как это все технически и методически организуемо. Давайте такое запланируем. Да, давайте попробуем. Подготовим материалы к этой встрече и обязательно об этом проинформируем наших участников. Так, коллеги, ну что, тогда, наверное, завершаемся. Так, это не то, чуть-чуть ошибочно. Вот, спасибо вам большое, Галина Васильевна, огромное спасибо за информацию. Елена Вячеславовна, вам тоже, как всегда, огромное спасибо за ваш опыт, за ваши знания и готовность помогать всем, кто к нам обращается. Спасибо вам. Спасибо. Да, до скорых встреч. До свидания. Хорошего дня. Всего доброго. Всего доброго.